всем здравия с вами народное славянское радио и канал мирянин видогор а это означает что с вами алексей орлов и сам мирянин видогор здравия тебе видогор какой сегодня вопрос мы будем с тобой рассматривать на какую тему будем рассуждать есть у меня вопрос такой наблюдал я такое явление но я много общаюсь с людьми разными которые тоже изучают ведическую традицию довольно большой круг многое встречал таких людей уже и вопрос такой вот я часто встречаю таких людей допустим кто до ведической традиции именно считался христианином таким библию изучал все такое там они изучив ведическую традицию переходят и как-то про эту библию забывают сразу и вообще про все что не христианином были но есть другой момент когда вот я встречал таких людей которые либо изучали оша и баса и бабу либо буддизм и бахаре кришна либо даже какие-то научные знания глубоко из чали и потом позже с появлением интернета скажем начали изучать ведическую нашу традицию и даже изучили ее нормально но все равно при этом если вот их спросить что-то то или вообще вот так спросить ну я бы сказал что я последователь ведической традиции а они这么 отвечают что я последовательно это моща или харе кришны или свои бабы и даже вот слева шоу он такой жея вот те кто именно начал слева шоу изучать они ну я не видел чтоб они могли ответят что я последовать ведической традиции или я там старовер или родновер они всегда отвечать я последователь и вашопа хотя ведическую традиция они тоже изучали. Вот такой вопрос. Почему это так происходит? Давай попытаемся сначала сформулировать коротко, что происходит, а потом, если будут какие-то уточнения у нас с тобой, мы с тобой по этому поводу пообщаемся. Я вижу очень простой ответ на этот вопрос. Здесь присутствует понятие авторитет. То есть или вошел, он был авторитетом, и его воочию видели, и к нему тянулись, потому что он был человек харизматичный, и многим он просто был симпатичен с точки зрения того, как он говорит, как он доносит, как он умеет пробивать в случае чего. Но это был боец такой, боец по жизни, который за словом в карман не лез, и в это все выплескивал на тех, кто к нему приходил. Саид Баба? Давай посмотрим. Похож он был на Левашова? Да, похож. Огромное количество людей, которые к нему приезжали как паломники, может быть, даже еще больше, чем к Левашову, и которым он показывал чудеса. А когда показано чудо, то человек, на его глазах оно происходит, он верит в это безоговорочно. И для него этот человек, сотворяющий чудо, является представителем богом на земле, а может быть и сам бог, и вера в него, как в авторитетах бога избранного или бога, увеличивается. Что же касается Кришны? Кришнаизм и эта структура, которая была создана для того, чтобы людей после смерти, тех, которые здесь очень себя плохо вели, очень-очень многим нехорошим отметились, удержать в некой локе, где будет очищение. Очищение у кришнаитов начинается уже при жизни через служение и заканчивается в локе Кришны там, после смерти. Поэтому здесь мы рассматриваем локу. Это игрегр, это лока. Для очищения как при жизни, так и очищения после смерти. Пошу из той же самой серии. Это человек, который что-либо познал, который имел определенные дары, как и Саид Баба и Левашов, и который сумел это вокруг себя проявить, проецировать на других людей. Поэтому и была создана секта имени Ошу, поэтому он так и известен во многом, его последовательное огромное количество. И он распространялся. Причем, обрати внимание, все эти люди, все эти представители, например, того же самого Кришны, они говорят о вещах очень верных, очень правильных, которые отзываются как минимум вот здесь, на сердечном уровне, как минимум. И у кое-кого пробивает повыше. Поэтому и учения принимаются хорошо. И авторитет, или вот он только что был, или его последние близки. И все это ложится на сознание человека, который где-то в какой-то помойке уже извалялся и хочет из нее вырваться. Поэтому каждый из этих авторитетов, говоря о правильных делах, о правильных вещах, призывал к правильным поступкам и тем самым вытащил многих людей из вот этого вот неприятного состояния. Поэтому даже когда человек прочитает какие-то ведические учения, всего лишь на все прочитает, он будет это примерить с точки зрения своего авторитета, а не с точки зрения чего-то такого высшего божественного. Потому что пример высшего божественного у него перед глазами уже есть. То же самое Саид Баба есть и все хорошо, замечательно. Левашов есть? Конечно, есть. Секта кришнаитов есть? Есть. Но там Лока, там и Грегор серьезный, который продавливает очень правильно мозги, выстраивает. Когда они считают ведические учения, они начинают примеривать их с точки зрения того устава, той установки того стержня, который в них был заложен. Поэтому они принимают ведические учения, они что-то подкрепляют через них, но при этом они все равно остаются последователями тех, о ком я говорю. Кого ты еще назвал? Буддизм, йога, кстати, тоже бывает. Как-то себя йогами все равно считают и буддистами. Буддизм – это из той же самой серии. Буддизм – это серьезная очень лока, которая была создана для определенного вида людей. И она очень хорошая в этом отношении, потому что она не дает людям совершать много гадостей, как и кришнаизм. Это спасение, можно сказать, для нашего мира через призвание тех людей, которые могли бы совершать гадости или уже совершали, вот в такое вот состояние умиротворения, состояние служения. Ну, представляете, бывший наркоман, например, убийца, вдруг становится кришнаитом, и куда делась его вот это мировоззрение убийцы, вора? Он служит, он тебя и ноги помоет, и накормит тебя, и согреет тебя, и покажет, как идти куда. Да, замечательно, здорово. Разве плохое в этом что-то есть? Конечно же, нет. Но это для тех, которые подходят для этой локи. То же самое и с буддизмом. Буддизм – это определенное направление ответвления от ведического, очень близкое к ведическому, где есть направленность на определенную генетику, на определенный вид людей с определенным мировоззрением. Поэтому вот в определенных местах буддизм прижился прекрасно, а в каких-то местах он, ну, не очень хорошо себя показывает, не приживается, только единицы туда идут. Ты еще христианство говорил? Нет, христианство там как-то переходит сразу люди. Я не встречал таких, кто остается с христианом. Если подойти итог на ответ на этот вопрос, то получается так. Есть эгрегоры, есть авторитеты, есть эгрегорные локи, которые удерживают людей, ловят. И когда уже этот авторитет создан, эгрегор уже в взаимодействии с человеком, и он близкий с ведическим, то в этом случае тогда человек не переключается на ведическое, потому что там нет эгрегора, там нет авторитета, там надо своими мозгами мыслить, там надо мир ведать, понимать. Это немножечко сложнее. А вот для людей, которым необходимо удержать себя в этой локе, удержать под авторитетом, сдерживать себя от каких-то преступлений нравственных и физических, вот тогда авторитет и лока, и эгрегор очень хорошо подходит. Поэтому они признают ведическое направление, но для них оно будет измеряться с точки зрения авторитета и того стержня, который они получили. Вот такой мой ответ. Я с многими людьми говорил, и они жалуются на такую проблему, что голова перегружена знаниями. То есть, ну, допустим, человек натолкнулся на нашу традицию ведическую, а там же очень объемно, если по лекциям смотреть, там Асгардское училище, и такое множество лекций, и многие люди жалуются на то, что вот у него, допустим, и время есть, да. Он начал слушать, слушает, ну, сколько-то посмотрел, сколько это количество, говорит, все, голова забилась, больше не лезут знания в голову. Вот что ты скажешь по этому поводу? Здесь надо учитывать несколько факторов. Первый фактор – это варновость, причем не проходящая варновость, которую ему надо пройти, а варновость его предназначения. И второй – это вариант взаимодействия с пространством. Как он эту информацию принимает и в какие ячейки он укладывает. Давай начнем со второго. Если все время мы будем рассчитывать на свою голову и в эту голову что-то будем укладывать, то в этом случае мы должны стать или лошадью с большой головой, или слоном. Но как-то я людей с большой головой, лошади или слона особо не встречаю. Поэтому ячеек в мозгах, которые могли бы уловить эту всю информацию, уложить в виде образов, не так много. А многие люди пытаются укладывать, именно зазубривая, воспринимая досконально каждое слово себе в мозг. И тем самым очень быстро происходит перегруз, забивание ячеек, какое-то отторжение уже начинается, и человек чувствует себя не очень хорошо. Ему тяжело вот с этим всем багажом ходить. С ведической точки зрения необходимо поступать по-другому. Необходимо в мозг закладывать только ключи. А дальше, работая с родовым потоком, с родовой нитью, с нитью высшего Я, передавать эти знания на хранение в своей ячейке, которая в голове не находится. То есть, когда тебе нужен ключ, ты просто подходишь к определенному сейфу или ячейке, поворачиваешь, а ключ – это слово какое-то или какая-то фраза, поворачиваешь, и этот объем информации тебе в голову вкладывается. Фильм попользовался, после этого голову освобождаешь, остается у тебя ключ, ты закрываешь эту ячейку, и все нормально, все хорошо. Хорошим здесь иллюстратором может быть фильм «Матрица». Когда «ну-ка загрузи у меня конфу». Раз, загрузили конфу. «Ну-ка загрузи теперь у меня, как там управлять вертолетом таким-то». Раз, загрузили, все. То есть, в нем не было этих знаний, но эти знания где-то присутствовали, и они были ему доступны как лично, так и через оператора, который мог загружать куда-то. Вот большинство людей отравленной цивилизации думают, что мозговая деятельность – это все в нашей жизни. И поэтому они пытаются зазубрить, заучить те знания, которые во много раз, несравнимое количество раз, превышают возможности человеческого мозга. И тем самым они перегружают свой мозг. Вместо того, чтобы просто вовремя обращаться к нужной информации, брать ее, загружать, общаться, делать какие-то дела, после этого ненужное выгружать и оставлять только ключи образов. То есть, есть ключ к самой ячейке и ключи образов, но не более того. И освободив пространство, ты берешь что-то новое и опять загружаешь. Поработал, опять выгружаешь и опять так далее. То есть, тем самым ты увеличиваешь пространство ведания, которое потом после этой меры тебе достанется, ты его обработал, мозг при этом ты не перегружаешь и живешь счастливым человеком. Вот это первая часть ответа. Как правильно взаимодействовать со своим мозгом, с пространством, знаний, с точки зрения ведичества. Теперь первая часть, которая вот сейчас станет второй, которую я первый упомянул, это варновость. Есть понятие варн. Сейчас большинство людей находится в варновости очень-очень начального уровня. Некоторые даже заваливаются за черту, превращая себя в нежитий. Так вот, те, которые находятся на начальном этапе, они отличаются качествами ребенка. Ребенок не способен улавливать долго, концентрироваться долго на какой-то серьезной информации. Ребенок все улавливает через образы яркие, через клиповость, через развлекушку, через игру. Вот это принцип взаимодействия ребенка с миром. Поэтому много у нас сейчас авторитетов, за которыми идут вроде бы взрослые люди, но рассуждают как дети. Кто-то приходит и говорит, вот надо жить на земле вот так вот так. Ух ты, и все побежали туда. Через 3-4 года там начинается полный раздрай, не пойми что, все туда начинают бежать. И еще другого авторитета. Тут сказали, вот надо теперь делать так. Ух ты, делаем так. То есть увлекли их, они бегут, что-то начинают делать, и еще 4 года коту под хвост. Потом опять такие расстроенные, все плачущие возвращаются, ничего там тоже не получается. И так они постоянно тыркаются и мыркаются. То есть, если авторитет ложный, если он дает ложные знания, то в этом случае ложь и появится, которая перерастет в кривду. В их делах имеется в виду, потому что ребенок не способен делать самостоятельно серьезные дела. Даже уловив сказку про колобка, он будет все равно играть колобка, но при этом во взрослой жизни. В взрослой жизни таких сказок не переваривает. Взрослая жизнь по-другому отвечает на эти сказки. И поэтому разлаживаются многие дела у тех, кто просто живет сказкой. Вот это менталитет ребенка. Клиповость, яркость, увлеченность. Прочитал какую-то книгу. Ух ты! Ну, понятно, да? Ребенок не способен, еще раз, чтобы теперь так подвести свой остаток, не способен долго концентрироваться на серьезном деле. Поэтому, когда ты хочешь показать, например, трехчасовой или шестичасовой, или там серию шестичасовых роликов, где прям досконально рассказывается вот по полочкам все, что необходимо знать человеку в жизни, он уже после 30-40 минут будет входить в стопор, говорит, стоп, 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 у меня перегруз, у меня перегруз, я дальше уже ничего не воспринимаю. И это не обман, это ничего плохого. Просто он не способен понять то, что... Вернее так, он это может понять. Он не способен уловить, переварить и вложить в горло то, что ему не свойственно. Для того, чтобы он понимал серьезные какие-то посылы, знания, ему необходимо войти в ту варность предназначения, где он должен быть, если, конечно, такая есть высшая уровня ребенка, там закрепиться, и только исходя из мира ощущений, мира понимания, начинать воспринимать эту информацию. На уровне ребенка он ее не примет, его голова будет быстро забиваться, потому что он ребенок, клиповое восприятие мира и игра, и серьезно он не может. Дальше, потому что он ребенок, он не может больших кусков усваивать. В-третьих, ему нужны большие перерывы между кусками, его нельзя перезагружать, поэтому переменки нужны. И в-четвертых, он мыслит с точки зрения, как ему научили, все вкладывать в голову, о чем я с самого начала сказал. Вот такой ответ на твой вопрос. Мне понравилось кое-что из того, что ты сказал, да? Я просто сам над этим не задумывался, а вот ты подсказал. Действительно, я поначалу, когда натолкнулся на знания ведические, я слушал полтора часовые лекции по восемь часов подряд без остановки, ну или по шесть часов где-то, да? И мог много дней подряд, несколько лет подряд так делать. И как-то у меня голова не забивалась вообще. Ну, вот ты подметил важную вещь. Действительно, ведь я прослушивал, допустим, полторачасовую лекцию, если меня спросили, перескажи ее, я бы ее пересказал за пять минут. То есть я бы не смог рассказать ее полтора часа. То есть я улавливал такой общий смысл лекции, а дословно я бы не смог рассказать. Я ему краткий смысл мог бы рассказать. И получается вот так как-то и голова не забивалась. И тоже вот то, что пример детей ты привел, да, что многие люди, они взрослые, но они по-настоящему как дети. Это тоже важно. Теперь надо, знаешь, что еще отметить? Вот есть уровень третьей варны. Это очень высокий уровень. Сейчас у нас все такие, мы витязи там, мы в третьей варне. Ну, не совсем это так. Давайте не будем себя все-таки обольщать, как в некоторых мужских туалетах написано. Не льсти себя, мужчина, подойди ближе. Вот из этой же серии. Не обольщайтесь. Варновость – это не только, когда вы играете в варновость, и когда вы себя Пафой Корчагиным, например, представляете, или кем-то еще, Шварценеггером, каким-то Терминатором. Нет, вы себе можете это представлять, играть сколько хотите. Только в жизни вы Терминатором не будете. Пафой Корчагиным вы тоже не сможете быть. Потому что это герои, которым надо соответствовать жизни. Там есть и боль, и кровь, и пот, и так далее. И если у вас инструментарий и тяма в голове, осознанность не дотягивает чуть-чуть, то ничего не получится. Сколько вы себя кем не называете. Так вот, уровень третьей варны – это как раз тот, когда человек может переваривать огромнейшие объемы информации при помощи ключей. Если правильно человека научить этим пользоваться, то тогда он будет сразу получать нужные ему знания, сразу, сходу. На них буквально тратить 5 минут, для того, чтобы огромнейший объем этот пласт в себя засунуть, быстро перевести в образы. А кто-то прям по ходу-то делает. То есть машинка как настроена. Кому-то там 5, кому-то 10, кому-то там час нужен. А у кого-то машинка сразу по ходу. То есть идет считывание данных, заливается, и сразу она переводит в образы. И он начинает что-то сразу говорить. Таких я людей встречал, но не так много. Так вот, уровень третьей варны – это когда сразу серьезные ответы идут на серьезные вопросы с минимальным временной задержкой. Такие люди есть, но их мало. А вот уровень первой варны – это когда все через игру идет. То есть серьезного ответа нет, а вот поиграть – пожалуйста. И получается, что вот тут я готов этот колобок разыгрывать в разных комбинациях, придумывать различные варианты этого колобка, одевать разные на себя маски и так далее. Но все равно это останется игра. А там это будет все серьезно, и там уже не уровень колобка. Там уже война и мир сразу. Оп, и загрузилось. И вот самое главное теперь наступает, еще я хочу сказать, что из четвертой варны человек, он вообще эту информацию никак не усваивает. У него вообще практически ничего не остается. Парадокс. Если третья варна способна улавлять огромные пласты, то четвертая варна вообще эту информацию себе не оставляет никак. Он просто вот через нее идет. Он идет и говорит. Иначе, если бы такого не было, он не смог бы быть представителем четвертой варны. А четвертая варна – это те, которые получают знания напрямую и обязаны их отдавать. Вот представляете, встречается с тобой, например, какой-нибудь президент какой-то страны. У него какие масштабы? Какие у него вопросы есть? И он к жрецу обращается. Вот мне нужно вот это, вот это. Тот сразу раз получает. Значит, вот тебе предлагают сделать вот так, вот так со своим кабинетом министров. Соберись, решите эту проблему вот так, вот так, сделайте вот это, вот это. И все у вас будет хорошо, все у вас будет замечательно. Потом подходит какое-нибудь, например, управление среднего звена. Говорит, у меня тут проблема вот в колхозе, мне нужно вот это решить. Он сразу же переключается на его уровень, сразу дает информацию по этому. Подходит какой-нибудь человек из детской группы, да, и говорит, дяденька, мне вот тут надо с машинкой разобраться, почему Васька со мной не играет, а Машка там не дает мне за косички дергать. И он на их языке сразу же дает ответ. Представляете, что бы было, если бы этот человек, жрец четвертой варны, накапливал бы эту информацию и оперировал ключами вот так. Он бы сошел с ума очень быстро. Поэтому жрец, это который проходит через знания сразу. То есть у него вообще все ячейки открыты сразу. Ему не нужно включать что-то, открывать и так далее, в голову что-то загружать. Он сразу оперирует полученные знаниями, проходя через них, и сразу же дает ответ. Вот это отличает. То есть и как младшая варна не способна большими объемами оперировать, они способны у что-то. То же самое жрец, только наоборот все. Тот находится сразу в потоке, и тот маленькие такие вот вбрасывают, вбрасывают, вбрасывают. А эти наоборот, они в потоке не находятся, поэтому они маленькими. Хватает, хватает, хватает. То есть такая ромбик наоборот. Вот сюда вот идет рост, а вот сюда тоже идет служение. То есть и наверху маленькая точечка, и внизу маленькая точка. Только внизу способна воспринимать, А вверху способны загружать до того, чтобы перегруза не было. И получается, самый напряг по этому тромбику – это две центральные варны. Это где-то верх второй и низ третий. Когда огромнейшие пласты информации необходимо в себя закладывать, переваривать и доносить до других. Ну вот как-то так. Дополнение с моей стороны. Ну и все, наверное. Тогда давай, если все, будем прощаться. Желай что-то, исходя из этой темы, нашим слушателям и зрителям. Попробуйте, изучайте здание, посмотрите, как у вас идет. Ну и вот обратите внимание на то, что Алексей рассказал. Все. Кратос сестра таланта. Ты талантливый человек. Я счастлив с таким талантливым человеком общаться. Друзья, здесь очень просто. Если вы начинаете задумываться, кто вы, это уже путь к успеху. Если вы понимаете, кто вы и для чего вы, это уже успех. А если вы стали кем-то в этой жизни, кем вам предназначено быть, то никакого успеха не будет. Вы просто будете жить тем, кем вы должны быть. А это означает, что вы не будете нарушать свое бытие, свое естество. И жизнь у вас будет такая, что многие скажут, ух ты, как такое можно? Это же невозможно. Как ты так вообще живешь? А вы просто будете жить по своему естеству, никому ничего не доказывая, ни к чему такому-то вроде не стремясь. А у вас все будет, потому что вы будете находиться там, где вам надо в то время и в том месте, как это суждено. Поэтому изучайте свою древность, понимайте, кто вы, изучайте то, что нам оставили наши предки. Потому что не просто так многие тысячи лет здесь они жили, многие десятки, а может быть и сотни тысяч лет здесь они жили, сохранили наши рода. А это говорит о том, что они были совсем не идиоты, они были мудрые люди. Только мудрецы способны пережить столько катаклизмов и при этом остаться в рассудке. Желаю вам добра. С вами был мирянин Гведогор, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым.